Микс Ньюс. Внезапно возникшие и забытые компании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам с 12 до 13 часов в программе «Подоплёка». На радио «Болтком». «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы, как обычно, выходим в эфир с помощью скайпа. И наш эксперт и гость программы Александр Васильев, директор Балтийского форума, находится с нами на связи посредством интернета. У микрофона автора ведущая Людмила Прибыльская. И сегодня мы опять обсуждаем тему, ну, конечно, всю нам уже надоевшую тему кризиса. Но, к сожалению, эта тема сейчас, может быть, не до конца нами осознана, потому что вести, которые приходят нам от статистиков, от службы госдоходов, от экономистов, они заставляют о многом задумываться. И вот как раз об этом мы сегодня намерены поговорить с Александром Васильевым, который вот тщательно следит за динамикой процессов, в частности, за динамикой выплат по простою пособие, за динамикой безработицы в стране. И, ну, вообще смотрит на эту ситуацию с точки зрения человека, заинтересованного гражданина страны, который хотел бы в своей стране, естественно, только процветания. Мы связывались в течение этой недели со многими предпринимателями, спрашивали их, как у них идет, так сказать, вот эта заявительная кампания по пособиям за простой, кто что получил. Сведения очень разные. В ДАУГО впился, например, предприниматель, ну, средний, можем так сказать, с большим опытом работы рассказала мне вчера о том, что они получили все, что просили, и получили очень оперативно, так что, ну, есть хорошие сведения, есть хорошие новости, но, к сожалению, есть и новости не очень обнадеживающие, потому что, к сожалению, служба госдоходов расценивает данную кампанию по выплате пособий не как социальную акцию, а как средство сведения счетов. С предпринимателями, которые, может быть, были недостаточно честны с государством. Но, когда мы смотрим вот статистику сфер экономики, которые подвержены рискам, то мы видим, что, по данным профсоюзов, в зоне риска оказались 465 тысяч человек. Это фактически вся, весь частный сектор Латвии, потому что именно 400 тысяч работающих, по данным члена правления общества Тао Цаймникс, народно-хозяйственник Раймонда Нимпера, которые были опубликованы еще задолго до кризиса в декабре 2019 года на портале Петек, как раз 400 тысяч работающих обеспечивают налоговую массу, собираемую в Латвии. Поэтому, ну, фактически весь частный бизнес сегодня находится под угрозой, и, к сожалению, мы не видим, может быть, каких-то серьезных шагов, которые бы позволили этому частному бизнесу надеяться на лучшее. Вот если вы работаете в частном бизнесе, напишите или позвоните нам по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9, расскажите о том, как вы планируете выход из кризиса, какие меры вы намерены предпринять для того, чтобы сохранить свое предприятие, увольняли ли вы работников, может быть, или вы сами являетесь работником, у которого отправили в неоплачиваемый отпуск, или вы находитесь под риском увольнения, или, может быть, вас уже сократили, и вы встали на биржу труда и намерены получать пособие какое-то время. Нам очень интересно ваше мнение, и я надеюсь, что активность слушателей будет высокая. Итак, Александр, вот что показывает ваш такой онлайн-анализ процессов, что вас тревожит и что внушает оптимизм сегодня? Добрый день, уважаемые радиослушатели. Надеюсь, все находятся в добром здравии, по крайней мере, я хотел бы очень на это надеяться. Ну, у нас здоровый оказался народ. Да, конечно, нас сейчас волнует. В первую очередь, конечно, люди, о чём вы говорили, это эпидемия. Но то, что после эпидемии сразу следует связанное, но событие совершенно другого плана, это экономический кризис, и он будет очень серьёзный и для Латвии, и, главное, для всего мира. И, в принципе, кризис, вот здесь проявляется, может быть, кризис, как и сама болезнь, болезнь самого коронавируса. Когда человек заболевает коронавирусом, получает очень сильный удар по иммунной системе, и проявляется все его болезнь. И вот точно самое происходит сейчас с экономикой. И в Латвии, и во всём мире кризис ударил по экономике, в первую очередь пострадал Китай. Вы видите, значит, вот эти вот данные, которые опубликованы сейчас по первому кварталу. Впервые за 40 лет валовый национальный продукт Китая сократился на 6,8, хотя до недавнего времени он только рос. И очень тревожные данные, прогнозы и по экономике Соединённых Штатов Америки, и в целом по миру. А по Латвии, вот, наверное, к сожалению, нельзя будет показать. Ещё в декабре Банк Латвии, который очень серьёзно анализирует ситуацию в экономике, и обещал, что будет рост. Рост будет 2,6. А в марте президент Банк Латвии сказал, что нет. Будет падение минус 6%. Неделю назад проявился прогноз Международного валютного фонда, что падение в Латвии будет самое большое среди стран Балтии, 8,6%. Александр, а как, ну, хорошо, допустим, кризис 2008 года. Мы упали тогда больше всех в Европе, наверное, и в мире. Это было, по-моему, даже по официальным данным 18%, а по расчётным данным около 25% у нас было падение. И тогда это было связано с ликвидацией Банка Парекс, в которые были, так сказать, брошены все наличные и неналичные ресурсы государства. И это, к сожалению, оказалось очень сильной такой удавкой для экономики. А что сейчас? Почему мы сейчас оказались в худшем положении, нежели наши соседи, несмотря на то, что с заболеваемостью у нас как раз ситуация лучше, чем у соседей? Ну, хотя бы потому, что падение нашего темпа развития началось не сейчас, а началось в прошлом году. За счёт того, что сильно упал уже в прошлом году транзит на 8%, и финансовая сфера на 8,8%, наш рост был не 4, как обычно, и чем очень гордились наши правящие политики, а всего лишь 2,2%. И к этому, ко всему ещё присовокупился тот факт, что вырос уровень инфляции на 2,9%. То есть фактически мы не росли совсем и даже немножко пятились назад. А то, что происходит сейчас, ну, в те цифры, Люся, мы говорили с вами ещё вчера, то, что транзит упал на 56% за первый квартал, оборот портов почти на 30%, гостиничный комплекс, гостиничная-ресторанная сфера экономики, которая в прошлом году росла, и довольно значительно росла, сейчас практически полностью остановилась. То же касается и развития, значит, программ отдыха, развлечений, и, значит, профессиональное оказание услуг в научно-технической сфере, и сфере туризма, и происшествия, они, путешествия, они фактически полностью остановились. Ну, смотрите, Александр, в презентации, которую вы готовили недавно для «Круглого стола», вы указали, что в гостиничном-ресторанном бизнесе, в сфере туризма, в сфере профессиональных научно-технических услуг, отдыха и развлечений, работает совокупно, ну, где-то от 2,6% до 3,8% людей занятых. Ну, то есть, как бы, если вместе всё посчитать, это, ну, где-то 12%. При этом мы видим, что, конечно, остановилось не всё, какие-то там предприятия общественного питания немножечко работают, что-то они там зарабатывают, и не всех уволили. Вот, но почему урон экономики прогнозируется такой существенный? То есть, то, что мы потеряли в прошлом году в транзите и в банковской сфере, окажет нам такую дурную службу сейчас? Нет, мы забываем о том, что ещё в начале года стали увольнять людей на той же железной дороге, и количество увольняемых было полторы тысячи человек, что стали увольнять предприятия, которые работали в сфере обработки грузов в портах. Совсем недавно уволили многих работников Рижского аэропорта, там тоже было порядка 400 человек. И вот эта система, она идёт, и фактически ресторанно-гостиничный бизнес — это может быть верхушка того айсберга экономических проблем, с которыми мы сейчас начинаем сталкиваться. Только там, в отличие от транзита, падение фактически на 70, на 90%. Последние данные, которые сейчас опубликовала официальная статистика, в гостинице за март месяц, это ещё до объявления чрезвычайной ситуации, количество гостей сократилось на 60, почти 3%. А если сейчас говорить о том, то практически все гостиницы стоят пустые. и говорить о том, что этот бизнес... Некоторые считают о том, что ничего страшного. Ну подумаешь, да. Вот как заключателям. Вот сейчас мы как бы выключили свет, и можем какой-то месяц-два побыть в таком полумраке. Пусть Греция волнуется. У неё вклад туризма в экономику 25%, а у нас всего 7% ВВП даёт туризм. Вот греки пусть переживают, а мы более-менее так себя нормально чувствуем. У нас, кстати, есть звонок. Сейчас попробуем поговорить. Добрый день, мы вас слушаем. Что-то не получилось. Уважаемые радиослушатели, мы ждём ваших звонков по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9. Если вам не удаётся дозвониться, оставайтесь на линии, потому что мы не можем так быстро прервать нашу беседу и включить вас, поэтому немножечко надо быть терпеливыми и дозваниваться. Итак, Греция может переживать больше из-за туризма, а мы вот можем меньше переживать. Ну а в целом-то переживать надо, или всё-таки вот сейчас уже каким-то образом правительство думает о том, как простимулировать выход из кризиса. Ну вот в частности обсуждалась тема выпуска различных гигиенических средств на латвийских предприятиях. Наконец-то мы осознали, что мы можем сами их производить. И маски мы можем сшить. И, в общем, как бы не обязательно ждать помощи от большого китайского брата в этом плане. Какие-то ещё вы видите такие позитивные, так сказать, сигналы того, что правительство, экономика Латвии в целом поворачивается к более здоровому сценарию поведения? Ну, что сказать. Когда читаешь прессу и знакомишься с оперативной информацией в интернете, ну, гордость берёт за нашу страну. Потому что цифры, которые даёт официальная наша пропаганда, они очень вселяют. Называются суммы, там, скажем, миллиард выделяется по линии программы Альтума. А это именно оказание помощи предпринимателям. Так что до миллиарда мы можем получить из еврофондов, что будут носиться солидные средства в капитал предприятий с участием государства. Аэрболтик впервые получил линию на 150 миллионов и первый уже транш на 46 миллионов. Что предоставляется налоговой каникулы. Вот, по моим данным, на 22 апреля 2873 предприятия на сумму 43 миллиона евро должны получить налоговые каникулы. Ну, Александр, вот я обычно люблю сравнивать всё, да, то есть вот программа называется «Подоплёка» и хочется всегда вот не просто миллионы перечислять, а соотносить это с количеством, например, заявителей, да. Ну вот тот же Альтум, во-первых, он просит при предоставлении гарантии кредитов, кризисных займов, софинансирования со стороны предприятия. То есть это уже явно ограничивает возможности получить эту поддержку. И сумма, которая в данный момент обработана, 49 миллионов евро из потенциального миллиарда, это что? Пол процента от возможной суммы. То есть очевидно, что предприниматели не сильно-то бегут за этими кредитами. Ну, это ещё поданные заявки, да. А, то есть это ещё даже не выделены деньги. А эти заявки должны быть рассмотрены, это не значит, что они все получат добро. Угу, понятно. В этом-то и получается весь абсурд ситуации, что программы государства находятся, и тут вроде в правильном направлении, выделяются, ну, фантастические для Латвии суммы. Но в результате получается гора вот этой бюрократической работы рождает мышь. Вот то, что вы говорили по программе «Альтум». Да муравья какого-то рождает. Что я подаю на 3 апреля. Да. Или второй вариант, самый, может быть, пока сейчас проблематичный, это пособие по, значит, за простой, которые должны были выделить за пару месяцев там 400 миллионов евро по самым скромным подсчетам. А к настоящему времени суммы весьма очень скромные. Скромные. на вчерашний день только 21 тысяча человек получили на сумму 5,8 миллионов евро. И каждый получает в среднем, ну, это смешная, 257 евро на человека. Причём полную сумму 700 евро получает 4% всего лишь. Понятно. У нас есть звонок, был, был звонок, уже он прекратился. Да, давайте всё-таки ещё раз человек звонит, попробуем его послушать. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Да, добрый день. Я предприниматель и, конечно же, как будто бы должен был пострадать, но не пострадал. У нас как всё работало, так и работает. И на мысли меня наводит следующее. Смотрите, кто-то закрыл кафе, рестораны, а кто-то не закрывал. И клиент, до тех, у кого он не закрывал, их стало в разы больше, и там всё в порядке у нас, почему бы нет. А вы в ресторанном бизнесе работаете? Не скажу. А, ну ясно. Смотрите, по поводу цифр, которые вот вы называете. Дело в том, что если глубоко в цифрах копаться, например, буквально месяца 2-3, нам уже рассказывали, что средняя зарплата ладвийцев составляет 1050 евро. И, соответственно, нам потом рассказывали, что 70% выплат вроде как государство будет компенсировать. То есть, я так понимаю, что средним каждому человеку по 780 евро должны были уже сейчас давным-давно заплатить. По факту, мы видим, этих выплат нету. Соответственно, и не было этой никакой средней зарплаты, нас как бы обманывали. Соответственно, делаем выводы, что те цифры, которые нам в открытый доступ дают, это обман. Никаких цифр нет. Поэтому, полагаясь на те цифры, которые нам обманно дают, может сложиться ситуация, что есть паника, что есть кризис, что есть проблема. Ну, смотрите, В частности, люди всегда были отделены от государства. Они тогда выживали и в страшный кризис, и в посткризис, и сейчас они живут и будут выживать. А трудные, которые были связаны с поддержкой и высокой добавленной стоимости, у них сейчас будут проблемы. У них должна быть паника, она у них есть. А у тех, которые нормально работали, в нормальном сегменте, им ниже падать, и вот со старта даже было некуда. И сейчас все балансирует, ну, в рамках нормы, все отлично, как было, так и есть. Спасибо вам за ваше мнение. Ну, вот по поводу трудней, я, кстати, тоже хочу сослаться на ту же статью Раймонда Ниппера, который, ну, посчитал как бы наш госсектор, и он указал в частности то, что в госсекторе работает 290 тысяч служащих. Ну, это, конечно, все, не только чиновники, но и там полиция, медицина, учителя, это все они относятся к государственному сектору экономики. В 2018 году их содержание стоило 4 миллиарда евро, это половина примерно латвийского бюджета. Значит, далее, из этих 290 тысяч людей, 117 тысяч это работники самоуправлений. Ну, это, ну, как бы понятно, что государство сейчас пытается провести реформу самоуправлений, возможно, она приведет к снижению этого количества людей, но тем не менее, вот, цифры таковы, что половина, ну, почти половина госсектора приходится на самоуправление. 80 тысяч человек занято в капитальных обществах самоуправлений и предприятия, и государства, ну, таких, например, как Латвэнерго, да, и вот по средней зарплате данные таковы, что на самом деле более 60 тысяч работающих в госсекторе получали свыше 2000 евро зарплаты, при этом ну, фактически Нипер говорит, что благосостояние было обеспечено 90 тысячам жителей Латвии, но из 800 тысяч работающих, а 600 тысяч подвержены риску бедности, то есть они получают там в районе минимальной зарплаты чуть или чуть больше, ну, вот, как бы манипуляция со средней зарплаты, она выглядит в ближайшем приближении вот так, то есть кто-то получает там условно руководителя Латтелекома там 300 тысяч в год, вот, и его, так сказать, зарплата плюсуется с с тысячей уборщиц, которые получают минималку, и в итоге у них получается на всех около тысячи евро. А пособие, вот как у оно есть, 250? Это самая магия средней температуры по больнице, потому что если, значит, возьмем просто элементарный случай, в коллективе из 10 человек руководитель получает 4 тысячи, а каждый из 10 работников получает 400 тысяч, а в целом 400 евро всего. они получают 800 евро. Понятно. Вот она, элементарный расчет, элементарный расчет, который показывает, что, возможно, наши радиослушатели прав о том, что вот это вот, вот эти вот секреты или жонглирование этими цифрами средней зарплаты приводит к тому, что люди не понимают о том, те же простые охранники, кассиры, значит, я не знаю, контролеры в транспорте, как, где эти зарплаты, где эти, когда они получают по минимуму. И тот же пособие по запростой, 86% получают сейчас вот это начисление пособия ниже средней минимальной зарплаты. и это только тем, кому начислили это пособие. Хорошо, сейчас мы сделаем маленький перерыв на рекламу, буквально 2-3 минуты. У нас есть звонки, пожалуйста, не сходите с линии, дозванивайтесь, мы обязательно вас выслушаем. еще раз добрый день, в программе подоплека мы обсуждаем меры по выходу из кризиса и поддержке населения, которые оказывает правительство. У нас есть звонок, давайте мы послушаем радиослушатели. Добрый день, говорите. Алло. Да, говорите, мы вас слушаем. Добрый день, да, хорошая передача. Вот правильно вы сказали, очень упрощенный, я даже примитивный надувательство народа, да, есть минимальная зарплата, вы понимаете минимальный прожиточный минимум, давайте вдумаемся, там подсчитано до туалетной бумаги, на которой мы можем сэкономить, будем вашими постановлениями вытирать даницу, да, вот, это, сэкономим, вот, и там написано 430, теперь половина людей, даже, которые получают пенсию, есть, которые вообще не получают, они получают в два раза меньше, правительство думает ответить вообще-то, что остальным людям остается, идти на большую дорогу с хостенем, ну, что тут не ясного-то? Понятно, хорошо, спасибо вам за ваше мнение, у нас есть еще один звонок, добрый день, говорите, мы вас слушаем, алло, что-то у нас сорвалось, радиослушатель, не договорил, кстати, о прожиточном минимуме, вот, хотелось бы напомнить о том, что, фактически, этот статистический показатель был отменен еще после предыдущего кризиса, и ни один состав Сейма его не восстанавливал, и не требовал от кабинета министров его восстановить, по, не знаю, может быть, объяснимым причинам того, что, если этот показатель будет установлен, то какие-то показатели выплаты социальных пособий должны будут применяться к этому показателю, а не к вот таким расчетным цифрам средней температуры по больнице, и это было бы, наверное, не всем по карману, в частности, самоуправлением. Сейчас у нас есть еще звонок, добрый день, говорите, мы вас слушаем. Добрый день, ну вот как раз то, что я ранее звонил, и все почему-то отвергали, такой сделать принцип, учитывая, что по факту есть доступность более чем 4 миллиарда евро, да, и как вы видите, вот сейчас вы все подтвердили, что масса населения окажется за бортом, эти деньги раздеребанят. Не лучше ли было бы на сегодняшний день у нас по статистике 2019 год 1 миллион 919 тысяч 968 жителей. В настоящее время может и сейчас меньше, чем 1 миллион 900. Лучше бы было, чтобы каждому выделили на сегодняшний день по тысяче евро, а детям по 500, тогда бы более было справедливо. В противном случае, сейчас за раздеребание деньги, а будем мы все платить, все будем платить, потому что никакой справедливости здесь не может быть, и просто не будет, как никогда не было здесь. Понятно. Хорошо, ну, я тут могу поспорить с радиослушателем касательно того же руководителя ЛАД-Телекома, ну, не надо ему тысячу евро выдавать на бедность, он очень хорошую зарплату получает. Тут уравнивышка, наверное, Мы получили отмазать от лишних тысяч евро, которые покупали бы на ваш счет и для вас, и для каждого члена вашей семьи. Да, 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 у нас есть еще звонки, добрый день, говорите, слушаем вас. Алло, ну, не получилось соединиться, дозванивайтесь, мы, телефоны у нас остаются включенными. Вот одно мнение прозвучало, надо было раздать деньги просто нуждающимся и не прикапываться. Вот как вы считаете, Александр? Нет, здесь есть определенный резон, и некоторые государства по этому пути именно пошли. Именно выделяют, я не говорю о таких богатых государствах, как Соединенные Штаты Америки, да, вот, но и некоторые европейские государства. В чём резон? Люди, которые сейчас испытывают сложности и трудности, и они получат эти деньги, и в первую очередь все эти деньги останутся внутри страны. Они заплатят за коммунальные услуги, они заплатят все свои долги и купят продукты, питание и медикаменты. Если мы сейчас будем как-то стараться повышать зарплаты или как-то вот то, чем говорил Юрий Спуца, надо добиваться того, чтобы сохранялись высокие зарплаты для чиновников, ну, это путь в никуда. К сожалению, наше государство пошло по другому пути и распределением средств того же пособия за простой занимаются не социальные службы, а занимаются налоговые службы, которые действуют совершенно по другому принципу. И принцип министра финансов Яниса Рейерса несправедливый, мы должны всё контролировать. Но получается ввести в принципе нормальную программу выплаты пособий, можно спорить о сумме в 700 евро, но при этом ограничить его с таким количеством всевозможных ограничений, что фактически получить их очень сложно. И потом правительство идёт по пути отрезания как бы у кошки хвоста по частям. Ага. Надо бы, наверное, всем, всех включить, сферы экономики пострадавшие. Давайте ещё самозанятых приключим. Давайте ещё расширим количество людей, количество вот этих долгов абсурдных, 150 евро долги предприятий. Теперь разговариваю, после того, выплатили… То есть, если 150 евро долг, то тогда пособие не выплачивается. Такой был раньше показатель. Вроде тысяча, да. После того, как выплатили одному, насколько я знаю, нашему соотечественнику, 4,60 по этому пособию, сейчас разговор идёт, давайте повысим вот этот вот нижний предел до 130 евро. И вот это, может быть, то, о чём говорил один из наших радиослушателей, разговор о том, что правящие политики живут как бы в параллельной реальности. Они, может быть, слышат о каких-то проблемах и правительство вносит какие-то коррективы, но не до конца понимает, как выживают многие, наверное, сотни тысяч людей, которые остались без работы и без средств. Есть такое выражение «сытый, голодным, не разумеет». У нас есть звонок. Добрый день. Говорите. Здравствуйте. Добрый. Я хотел сказать, да, вот касательно поддержки государством, в принципе, и населения, и тонущей экономики в целом. На мой взгляд, вот эти вот праздники, которые нам были даны, это тяжные, да, у народа, который без того сидит и расширяет просто дома, они, ну, не сильно-то кому-то и нужны. Я считаю, что, учитывая сложившуюся ситуацию, было бы целесообразно и разумно в целом по стране ввести шестидневный рабочий день для того, чтобы хоть на один денек вот эту вот проигрываемую нам весельно партию отыгрывать хоть как-то. То есть, вместо того, чтобы давайте салют на набережную строим, откроем икорку, какое салют, какие празднования. Ситуация такая, что корабль тонет. И сейчас каждая, скажем так, затычка в эту брешь корабельную нашу, она играет в пользу того, чтобы мы как можно дольше могли продержаться на плаву. Возможно, даже до самого конца этого жуткого кризиса. Понятно. То есть, ваше предложение шестидневная рабочая неделя на период выхода из кризиса. Однозначно. И, может быть, даже после кризиса, может, нам на какие-то полгода вообще было бы разумно вперед ввести шестидневку, да? И однозначно отказаться от всех этих праздников. Да, можно праздновать в душе у себя, в уме у себя держать, праздное настроение, но, тем не менее, находиться на работе для того, чтобы экономика страны не захлебывалась так сильно. Понятно. Спасибо вам большое. То есть, на этот шестой день не выплачивать сверхурочные, соответственно, и... Да хоть как. Да, да, да. То есть, ввести какое-то регулирование, да. Кто хочет сверхурочные поплатить, бога ради, все будут рады. Ну, нет, но если... Если для всех, то для всех, да. Спасибо большое, да. За ваше предложение. Так, еще и звонок. Я бы очень был осторожен в реализации подобного, значит, предложения. Я боюсь, что скоро наши правящие политики выдвинут предложение затянуть по ту же пояса. Да. Давайте послушаем радиослушателя, он у нас на линии. Давайте мы платить вам меньше. Да, добрый день. Будет касаться далеко не всех. Хорошо, сейчас, секундочку. Александр, у нас радиослушатель на линии, давайте, говорите, мы вас слушаем. Алло. Да, добрый день. Я вам хочу еще две интересные темы подкинуть. Да. Значит, тема номер один. Аэробалтик. Мы знаем, это же не 100% государственная компания, акционерное общество, у него есть акционеры. Поэтому, смотрите, если у нас идет спорение данного предприятия, и мы, как собственники государства, вкладываем свою сумму, значит, либо акционеры должны вложить в спасение аналогичную сумму, либо пожертвовать акцией или часть акций в казну государства. И таким образом мы сможем даже на этой ситуации заработать при правильном положении. Это первое. Второй момент, смотрите, как предприниматель, ли, и я предприниматель, мы всегда платили налог на риск. Вот есть, ну, такой налог. Да, риск анодово, да. Он очень маленький, он копеечный до смехотворства, но ведь мы его платили десятилетиями, 30 лет этот налог практически. И, соответственно, это вот, ну, налог именно на тот самый случай, когда у работников есть проблемы. Соответственно, если государство имело эту подушку безопасности, аккумулировало она эти деньги где? Ведь она их размещала на месте и зарабатывала, может быть, в Латвию с резерву фонду в свое время они их ложили и колоссальные деньги на этом заработали. То есть, значит, государство должно было объявить, что подушка безопасности в этого собранного налога составляет такую-то сумму и мы можем оперировать такими-то деньгами. Ведь вы же не хотите сказать, что эти деньги были украдены. Ну, вы знаете, да, с риска нодово там... ... Вот это, кстати, тема хорошая, которую можно было бы выяснить у Министерства финансов, потому что обычно эти средства администрировала администрация неплатежеспособности, и они предназначались для выплаты пособий по утрате работы людям, которые находятся в ликвидируемых банкратирующих предприятиях и так далее. То есть вот, ну, как бы, суммы, конечно, там какие-то были, и надо уточнить, куда они делись, эти деньги. Спасибо вам за ваше предложение. Понимаете, они же оперировали этими суммами, они же извлекали боты за эти суммы, и раз это подушка безопасности, она же не переходила в другие налоги, как дорожный налог, который фактически не дорожный налог. Да. А это именно талетоправленные деньги, и были управляющие этими фондами, и можно ли получить, запросить отчет, если эти деньги никуда не уйти. Спасибо вам за ваше предложение, спасибо. Про управляющих фондами мы в нашей программе говорили две недели назад с Вячеславом Добровским, который является депутатом Сейма, и который обратил внимание на то, что средства второго пенсионного уровня в последние несколько лет являются не источником доходов для людей, которые уплачивают 6% со своей зарплаты в эти фонды, а источником доходов для управляющих как раз. И все зарабатывают, кроме людей, которые являются пенсионерами. Был еще один звонок, радиослушатель потерял надежду не дозванивать, вот он снова звонит. Я могу дать небольшой комментарий. Сейчас, секундочку, мы радиослушателя послушаем. Говорите. Да, добрый день. Ну вот, у меня сразу несколько вопросов по поводу этой ситуации. У меня небольшой бизнес, но, во-первых, мне совершенно непонятно какая-то извращенная логика, почему чиновники, работая удаленно, в кавычках, я беру это слово «работая» в кавычках, потому что все понимают, как они работают, почему они получают зарплату, а люди, которые лишились бизнеса, по крайней мере, на время, почему они не могут получать ту же самую зарплату, которую они получали до кризиса. В чем здесь порядка? В чем? Эти люди, наши обслуживающие персоналы, эти чиновники, да? Ну, у нас, как бы, получается наоборот все. Да, у нас получается наоборот. Дальше, по поводу их работы, они должны в это время должны были принимать оперативно резкие, точные решения. Возьму, например, в том числе для поддержки бизнеса, возьму, например, бизнес-такси. Они прямо перед кризисом приняли решение о существенном увеличении налогов. В чем налоги прямо в профессиональном времени, в котором водитель находится в машине. Сейчас водитель за 12-часовый рабочий день в лучшем случае зарабатывает 10 евро. Чем дольше он сидит в машине, тем больше он платит налогов. Он сидит в машине, не получая заказы, и платит все больше налогов. Почему здесь ничего? Почему не отменены платы за лицензии? Люди просто голодают. Некоторые, те, которые не имеют какой-то подушки безопасности. Дальше, по поводу кредитов, якобы банки и так далее. Конкретные примеры. У меня там кредитная линия, я обратился в банк, не буду называть какой, думаю, что примерно все одинаково. О пересмотре процентов за кредитную линию. Проценты высокие, 24% годовые. Если раньше я мог допустим отдать эту кредитную линию, то есть это у меня кредитная линия, я мог на непродолжительный срок это брать, а сейчас я не могу вернуть. Я должен платить 24%. Я звонил в банк, говорю, не могли бы вы в связи с кризисом пересмотреть проценты. Знаете, что мне отвечают? Вы удивитесь. Они мне отвечают, в связи с кризисом мы не можем пересмотреть проценты. Пересмотр процентов можно вернуться только после кризиса. Отлично. Они мотивируют к кризису невозможность пересмотреть кредитные проценты. Это очень логично. Просто анекдот, 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 если бы это не было право. по аренде. Госпредприятие арендуем помещение, скидка по аренде. Да, мы можем дать скидку при условии выполнения всех этих условий, но учите, что вас будут серьезно проверять. Нам же Министерство экономики предупредило. Большинство арендаторов отказываются от скидки. Вот несколько вопросов, реальных вопросов. Мы вам дадим льготы, но имейте ввиду, что за углом стоит чувак с дубиной. Примерно так, никто не согласился на скидку. Да, спасибо, спасибо вам. Извините, мы вам сочувствуем, особенно с этими 24 процентами, это просто ужас какой-то. У нас время передачи подходит к концу, мы, к сожалению, с Александром не обсудили даже пятой части тех тем, которые наметили заранее. И вот я хотела бы, Александр, чтобы в конце нашей передачи привели статистику, а сколько же людей реально у нас имеет эту подушку безопасности. Центральное статистическое управление как раз публикует сейчас такие данные и, к сожалению, вот эти данные государственной организации почему-то не принимаются в расчет при планировании действий правительства по этой кризисной ситуации. Сколько людей у нас имеют подушку безопасность, сколько не имеют? Какова ситуация? К сожалению, официальные данные на начало года ситуация ухудшилась, говорит о том, что 70,5% либо не имеют вообще никаких накоплений, либо накопления меньше трёх месяцев. То есть фактически и они уже подошли к концу к настоящему времени. Поэтому идёт разговор о том, что нас, если будут ожидать эти сложности и в дальнейшем экономические, и перекрытых границах, то Латвия будет представлять из себя может быть как бы закрытую, запаянной с крышкой кастрюлю, которая постепенно подогревается изнутри, а люди фактически лишены возможности выживать в этих условиях. И предыдущий радиослушатель абсолютно точно сказал о том, что ни банки в данном случае, я боюсь, не получат никакие серьёзные налоговые послабления, может быть отдельные каникулы, то есть рано или поздно всё равно придётся расплатиться полностью. Ни коммунальные платежи никому не отмечают. И что тогда через 2-3 месяца делать не только этим 70%, но и ещё 15%, у которых всего лишь на полгода существуют определённые накопления. Возникает ситуация, что мы возвращаемся в 2009 год к 13 января, когда Рига была потрясена массовыми беспорядками, и я боюсь, что в этих условиях ситуация может оказаться по-настоящему взрывоопасной. Ну, будем надеяться, что всё-таки правительство будет прислушиваться к каким-то доводам разума и рассмотрит в частности предложения, которые прозвучали в нашей программе сегодня. Я думаю, что мы продолжим эту актуальную тему на следующей неделе, в четверг в программе подоплёка, а сегодня с вами в эфире был директор Балтийского форума и наблюдатель общественных процессов Александр Васильев и автор и ведущая Людмила Прибыльская. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова